В эфире выпуск новостей в студии Наталья Астафеева. Здравствуйте! В Сергеевке в лесопосадке нашли обгоревший труп. Личность погибшего пока не установлена, сообщили в пресс-службе полиции. Там найдено обгорелое тело. Сейчас проводится проверка. Устанавливается личность погибшего. Устанавливаются причины, по которым погиб этот человек. Женщина это или мужчина будет установлен. И естественно уже будет и причина смерти после вскрытия. Потому что только судный эксперт может сказать, в результате пожара этот человек погиб или по каким-то другим причинам. По одной из версий труп принадлежит 50-летней жительнице Сергеевки, пропавшей 27 июля. В тот день она планировала забрать у знакомого крупную сумму денег. Водолазы уже обследовали 15,5 тысяч квадратных метров дна Будакского люмана и 10 километров береговой полосы. Поиски пока безрезультатны. Полиция и родственники разыскивают 16-летнего Александра Панькова. 25 июля парень ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы несовершеннолетнего. На вид 16-17 лет. Рост 170 сантиметров, волосы темно-русые, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые. Был одет в черные джинсы, серую футболку и серые кроссовки. Всех, кто знает о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону 779-42-88, 779-49-70 или 102. Стрельба в Малиновском районе. Двое пострадавших. Конфликт произошел между двумя автомобилистами и продавцами арбузов, торговая палатка которых перегородила дорогу и мешала водителям проехать. Один из водителей достал травматическое оружие и выстрелил в торговцев. Один из них получил ранение в руку, другой – незначительное повреждение уха. Оба водителя с места происшествия скрылись, но вскоре были задержаны и доставлены в отдел полиции. Анализ статданных за 9 лет показывает, что число аварий на украинских дорогах уменьшилось практически в 2,5 раза. Если в 2008 году в Украине произошло почти 313 тысяч ДТП, то в 2013 их было 191 тысяча, а в 2017 – 162 тысячи. Сократилась, согласно официальным данным, и статистика смертности на дорогах. 10 лет назад жертвами дорожных аварий стали 9,5 тысяч украинцев, в 2013 – 5 тысяч, а в 2017 – более 2 тысяч граждан. Одесский регион в целом не выбивается из общих показателей. И уменьшение числа аварий и смертельных случаев на дорогах в нашем регионе соответствует среднеукраинской тенденции. Что же касается текущего года, то в Украине за 6 месяцев произошло 68 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1237 человек. В среднем за сутки происходит 380 аварий. Хотя цифра и кажется высокая, однако это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего ДТП происходит в Киеве и Одесской области. Несмотря на позитивную динамику уменьшения аварийности, в стране по-прежнему также часто садятся за руль в нетрезвом состоянии. За первое полугодие более 2 тысяч ДТП произошло по вине пьяных водителей. Это самые масштабные и кровавые аварии, отмечают в МВД. Беспечность шоферов под шофе забрала жизни 42 человек. В больницах по вине нетрезвых автомобилей оказались полтысячи украинцев. Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, в Мельницком полицейские провели эксперимент, результаты которого шокировали правоохранителей. Акстер в центре города с бутылкой пива имитировал признаки явного опьянения. Приставал к прохожим с разговорами, а после садился в свое авто и уезжал. За два часа, пока длился эксперимент, в полицию позвонил лишь один горожанин. Патрульные отметили, что разочарованы беспечностью и безразличием украинцев. Ведь именно их активность может сохранить жизни десятков сограждан. А в перспективе в целом изменить степень ответственности участников дорожного движения. Прошедшая неделя, увы, прошла под знаком автокатастроф. В столице мажор на Хаммере на пешеходном переходе насмерть сбил 10-летнюю девочку и едва не сбежал. В Одессе на Днепровской дороге Мерседес сбил пешехода и тоже попытался скрыться. На трассе Одесса-Киев микроавтобус столкнулся с грузовиком в результате 5 трупов. И это не говоря уже о десятках аварий, где дело обернулось просто увечьями. А если вспомнить о массовых жертвах ДТП предыдущих недель, то картинка получается и вовсе безрадостной. Первыми отреагировали правоохранители, анонсировав возвращение радаров на украинские дороги, дабы в автоматическом режиме контролировать скорость вождения. В МВД говорят, что запустили все необходимые организационные процедуры, согласовывают регламенты, сертификаты и прочее. Так что нарушителей совсем скоро будут ловить при помощи радиодатчиков. Эксперты утверждают, что возвращение радаров ничего не изменит. Что думают по этому поводу одесситы, мы спросили на улицах города. Многие наши собеседники приветствуют такую реверсию. Надо и эвакуаторы вернуть, и радары вернуть, и ГАИ вернуть. Все как положено. Не поможет на 100%, но может на какой-то процент водителя это будет иметь воздействие. Введение радаров способствует тому, что водители все-таки будут ездить на 100 граждан. Радары, если поставить их автоматически, которые будут автоматически засекать, отправлять в управление, понятно, это один вопрос. Он будет отрезать соприкосновение органов милиции с деньгами. То есть нельзя будет договориться. Сфотографировал, отправил, штраф там договориться не с кем. А если радары, которые будут в руках, это очередная оптическая ложка в органах милиции, полиции сейчас. Хотя не все в восторге от предлагаемой инновации, выдвигая контраргументы. Иногда в 50 километров не очень хочется ехать, когда есть возможность ехать побыстрее. Не будет лучше этого. Вот эти все, мин 50, скорость, еще какие-то ограничения, лучше не будет. Все зависит от ГАИ бывшего, ну сейчас полиции. Если вводить такие действия, то они должны быть законными и сертифицированными. Это изначально должно быть так. Одесситы также уверены в необходимости установки видеокамер на всех украинских дорогах. Видеофиксация, по мнению горожан, со временем приучит к порядку даже самых злостных нарушителей. Впрочем, доля скепсиса обнаружилась и в этом вопросе. У нас нет видеокамер на дорогах. Например, в Европе и в России водители намного сдержаннее, чем у нас на дороге. Соответственно, я считаю, что это дело именно в неоткратимости наказания, в размере штрафов, ну и, соответственно, в технике, которая позволяет это контролировать на дороге. Видеокамеры, фиксация, все, видеосъемка, хорошо, но потом вот эти все тяжбы, вот эти суды, пересуды, это настолько все затягивается, что как бы не дает того эффекта положительного, которого ожидают люди. Некоторые же из запрошенных считают, что злостные нарушения на дорогах происходят вовсе не от отсутствия соответствующего оборудования на проезжей части, а, скорее всего, из-за низкого уровня сознания и культуры всех участников дорожного движения. Люди ездят просто как хотят, останавливаются как хотят, особенно маршрутчики, они ужасные. Я считаю, что у каждого водителя радар должен быть в голове изначально, то есть все от него зависит. Среди неожиданных вариантов решения непростой проблемы жители города предложили даже вознаграждение тех, кто помогает правоохранительным органам обличать правонарушителей. Я бы, в принципе, одно из, ну не то что предложений, в принципе, из выходов, это поощрение людей, которые будут выкладывать факты о нарушении правил дорожного движения. Вот проехала вот навстречу, видите, одностороннее движение, вот едут автомобили. Человек взял нейтральный, взял, заснял, отправил в милицию, ну этому штраф, а тому там сколько там, 5% там, ну к примеру, от штрафа будут выкладывать. Как ни парадоксально, среди наших респондентов практически все оказались законопослушны. Стараюсь придерживаться правил, что со стороны пешехода, что со стороны водителя. Поэтому, ну, однозначно, если я покажу пример своим детям, так и будет дальше. Вот если каждый будет показывать пример, то не будет этого хаоса. Все равно принципиально, ну я думаю, если каждый человек начнет с себя, то, в принципе, будет какой-то порядок. А если перестанут люди кивать, то есть на кого-то, а вот он сделал, поехал так, и я себе так, значит, поеду, то, как бы, дела не будет. А если задумается человек, он пускай едет так, а я все-таки буду стоять, ждать своего сигнала, или поеду так, как мне не запрещают этого правила, тогда будет порядок. А я вот так, ну, анархия просто, просто анархия. Но стараюсь это не делать. Ну, иногда, конечно, да, складывается ситуация такая, что где-то разметка потерта, где-то чуть-чуть поторопился, да, но стараюсь, конечно, ездить аккуратнее. При этом одесситы считают, именно взаимонеуважение водителей и пешеходов, эгоизм и хамство многих участников дорожного движения одна из главных причин хаоса на отечественных дорогах. За полгода в Одесской области от СПИДа умерли порядка 200 человек. По информации Минздрава, только в июне в регионе скончались 28 человек. В 140 случаях носителям ВИЧ был поставлен диагноз СПИД. Всего за полгода в Одесской области зарегистрировано более тысячи новых случаев ВИЧ-инфицирования. Диагноз СПИД выявлен у 880 носителей вируса. Медики напоминают, вирус иммунодефицита представляет собой ретро-вирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание ВИЧ-инфекцию. Он поражает преимущественно клетки крови. В связи с этим иммунная система, выполняющая роль защиты организма, угнетается, что в свою очередь приводит к уязвимости человека перед агрессивной микрофлорой. ВИЧ-пациенту в связи с этим не столько страшен сам вирус, сколько опасны второстепенные заболевания, приобретенные на фоне ВИЧ. ВИЧ не передается через рукопожатие, поцелуй, укусы комаров и других насекомых, воздух, одежду, использование ванны, туалета, бассейна. Если говорить о распространении ВИЧ-инфекции за прошлый год, то, по оценкам специалистов, наиболее быстро вирус мигрировал в странах Восточной Европы и Центральной Азии, преимущественно в крупных городах. Основным способом инфицирования стали инъекционные наркотики и половые отношения с инфицированным человеком. Ежедневно тысячи одесситов и гостей города пользуются общественными маршрутными автобусами. Однако состояние автотранспорта, по мнению экспертов и пассажиров, оставляет желать лучшего. В рамках всеукраинской отработки перевозчики сотрудники патрульной полиции проводят профилактические рейды. Очередной из них посвящен проверке маршрутных такси номер 115 и 124. Цель рейдов – выявление нарушений технического состояния общественного транспорта, оценка состояния здоровья водителей, а также соблюдение перевозчикам правил дорожного движения. В ходе проверок на улице Химической, где располагается конечная остановка маршрутных такси номер 115 и 124, были выявлены различные нарушения. «Можете зараз предъявить нам посвящение водителя, свидетельство про регистрацию транспортного засоба, паспорт маршруту, частинные схемы и расклады руху. Я право заразі. Зверемо расклад руху ваш». «Виявлено такі правопорушення, як встановлені на одній осі різних протекторів шин. І от відповідно за це на водії транспортних засобів було складено протокол за частиною 2 статті 121. І накладено відповідне стягнення в сумі 680 гривень. Дані транспортні засоби наразі знімаються з маршруту. І допоки не будуть внесені, так сказати, зміни в їх технічний стан, вони до маршруту не повинні допускатися». Інспекторы перевіряли також состояние пасажирського салона і аварійних виходів. «Покажіть, працює у вас аварійний виход. А без допомоги руху? За виявлені нарушення на водителі маршрутних автобусів були составлені протоколи о правонарушеннях і виписан штраф. «А хто вас випускав з такими протекторами шин? Ви розумієте, що механік несе відповідальність за те, що випускає такий транспортний засіб на лінії? Зважаючи на це порушення, ми змушені будемо скласти щодо вас постанову і виписати вам штраф у розмірі 680 гривень». «Самі водії реагують, звісно, на суму штрафів, тому що 680 гривень також це велика сума. Але розумію, що порушують правила надання їхній технічний стан, відповідно, не дотримуються вимоги правил, нормативи». Даними санкціями, отмечають правоохранители, организатори рейдів, хотят заставити перевозчиків создати безпеки і комфортні умови для пассажирів. В ході рейдів всеукраинської недельної відработки перевозчиків в Одеському регіоні порядка 600 осмотренных транспортних средств оказались с техніческими неисправностями. Правоохранители составили свыше 300 админпротоколов. На території города был выявлен один водитель в состоянии алкогольного опьянення, на території області два подобних факта. Управление без необхідні документации. На території города 4 факта, на території області 5. Наиболее распространені нарушення со сторони перевозчиків – це нарушення правил остановки для посадки і висуски пассажирів на території города, що здає достаточно больші проблеми для движення потоку транспорту. Нарушення по высадки пассажирів не на остановочних комплексах водителі оправдують требованиями пассажирів. Але, по словам полицейських, закон должен быть один для всіх. Євні установлені місця, є остановки общеського транспорту, тому водителі відпитывайте, напоминайте своїм пассажирам о том, що є установлені місця, і тільки там ви будете высажувати їх. для того, щоб вони могли вийти, а також там ви будете брати пассажирів для дальнішого движення. У міждугородних перевозчиків нарушення в основному касаються большого количества пассажирів, отметила наш собеседник. Перевозка пассажирів – количество більше, установлено заводом-изготовителем. То есть, к примеру, є разрешено перевозити 50 человек, то були факты, коли перевозили в два раза більше. В управлении патрульной полиції подчеркнули, що робота по выявлению нарушений у перевозчиків буде продолжена і після окончання всеукраїнської відработки. В Одесской області вновь перекрыли дорогу возле села Кренички. По словам очевидців, на трассі образовався затор як в сторону Одеси, так і в направлении Ізмаїла. Причину такой акції рассказали жители Одесского регіона – получить разрешення районних властей на оформление земельных участков. Движение по трассі Одеса-Рини за акції було затруднено, але недолго, отмечають правоохранители. Представители Балградской райадминистрації назвали проблемы, о которых говорят участники акції перекрытия, хозяйственным спором. Подали заявление на оформление пая 80 человек вчера вечером. Не прошли сроки, даже согласно закону про обращение град. 80 пакетів документов надо проверить, наверное, юридическому делу. Как сообщили в райадминистрації, речь идет о невостребованных земельных участках, распаеванных после развала колхоза 20 лет назад. Оформление необходимых документов может занять не менее 15 дней, уточнили чиновники. А жители Одесской Слободки и села Усатого перекрывали Хуторскую улицу и объездную дорогу. Люди вновь не пропускают грузовики, из-за которых, по их словам, разрушается дорожное покрытие, а в домах появляются трещины. К акции планируют присоединиться и жители Шкодовой горы, через которую также едет поток большегрузных автомобилей. В Одессе женщина родила двойняшек по дороге на пляж. Стремительные роды у одесситки начались на трассе здоровья. К счастью, медики подоспели вовремя. Первый малыш появился на свет в машине скорой, второй – в роддоме. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо. В больнице Святой Екатерины провели современную малоинвазивную эндоскопическую операцию. Хирургическое вмешательство пациенту с химическим ожогом пищевода выполнили при помощи смарт-оборудования нового поколения. Подробнее о его особенностях и преимуществах в репортаже наших корреспондентов. Так выглядят рабочие будни хирургов в больнице Святой Екатерины. В плановой операционной идёт подготовка к операции пациента, который несколько месяцев назад получил химический ожог пищевода. Операция будет выполняться малоинвазивным методом при помощи эндоскопического смарт-оборудования последнего поколения. Для врачей оно открывает целый спектр возможностей от проведения визуальной диагностики до определения тактики лечения прямо во время операции. К тому же малоинвазивная хирургия направлена на то, чтобы минимизировать область вмешательства в организм пациентов. У человека возник химический ожог пищевода с образованием рубцовых стриктур в верхней трети пищевода и в нижней трети пищевода, не позволяющих человеку активно питаться, принимать даже протёртую пищу и пить жидкость. Мы при помощи видеоэндоскопической стойки сначала проведём контроль наличия рубцовых сужений, определим протяжённость их и попробуем для себя определиться с тактикой оперативного вмешательства в конкретной данной ситуации. Операция проходит под местным наркозом, пациент находится в сознании, слышит и реагирует на слова хирурга. А врач полностью контролирует процесс хирургического вмешательства на экране монитора, а значит, действует быстро и точно. В Украине подобное оборудование представлено всего лишь в нескольких экземплярах. Смарт-функции аппарата помогают врачам мгновенно выявлять патологические зоны. Операция происходит безболезненно и бескровно. Операция представлена в данный момент видеоэндоскопическая стойка последнего поколения «Олимпус-эксера-3», которая расширила возможности клиники таких по Украине. Очень ограниченное количество, до пяти стойок вообще во всей Украине. Что она позволяет? Она позволяет высококачественно визуализировать и детализировать любые проблемы желудочно-кишечного тракта на разном уровне. И самое главное – выявить предонкопатологию на ранних стадиях. В больнице Святой Екатерины проводят малоинвазивные операции различной направленности. А современное умное оборудование помогает значительно уменьшить степень травмирования тканей, а значит, и возможные риски. Подход в клинике Святой Екатерины сейчас направлен на малоинвазивные оперативные вмешательства, которые позволяют избежать больших травм для пациента и минимизировать риски. А также, что немаловажно, реабилитационный период после таких малоинвазивных оперативных вмешательств у человека намного меньше, что позволяет ему активно вернуться к предыдущему образу жизни, восстановиться и начинать работать и жить той жизнью, в которой он жил до оперативного вмешательства. Организованное по наивысшим мировым стандартам пространство больницы, высокая квалификация врачей, многолетний опыт работы и использование инновационного оборудования экспертного класса. Именно так должна выглядеть медицина будущего, уверены пациенты. В больнице Святой Екатерины создана особая атмосфера, открытая и доверительная, а индивидуальный подход к каждому пациенту гарантирует наивысшее качество обслуживания. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. В Украине анонсировано возвращение радаров на дороге, дабы в автоматическом режиме контролировать скорость вождения. Надо и эвакуаторы вернуть, и радары вернуть, и ГАИ вернуть. Все как положено. Патрульная полиция проводит рейды по проверке общественного автотранспорта. На трассе Одесса-Арене снова перекрывали дорогу. В больнице Святой Екатерины провели современную малоинвазивную эндоскопическую операцию. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.